Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Если мужчина не обнимает, не целует меня, ни на прощание, ни при встрече, а только при интиме может обнять, поцелуев при интиме тоже нет, как это можно расценивать? Но расценивать это можно так, что человек очевидно не любит целоваться. И сложно человеку находиться в эмоциональном связи, там это поцелуй, это все-таки эмоциональный связь. Есть вероятность, конечно, того, что человек только с вами так себя ведет в силу каких-то ваших прошлых, может быть, конфликтов и так далее. Он сам по себе человек очень закрытый и холодный, но при первых встречах отношения все равно были намного теплее. Отношения были намного теплее с вашей или с его стороны? Что вы имеете ввиду? Вот. Говоря о том, что отношения были теплее. Вот. Потому что отношения же выстраивают два человека. Вот. Именно два человека. И... Вот. Это и от вас зависит. В том числе. Вот. Но отношения могли быть теплее, потому что был эффект на видны. Отношения были теплее, потому что мужчина вас не знал. А... соответственно, сейчас он же вас, вероятно, знает и... Вот. А почему вас это волнует, что человек вас не целует и не обнимает при том, как вы описали свои отношения? Спрашивать его бесполезно. Он вечно отмалчивается. Говорю всегда я. А для чего говорите? У нас есть ребенок. Отношения не оформлены. Не по моей инициативе. Но хорошо обеспечивает нас. Оформил мы ребенку новую квартиру. Мы там с ребенком сейчас живем. Он приезжает. Тут скорее у меня меркантильный интерес. Я даже спорить не буду. Хотя поначалу надеялась, что сложится семья. Ну, семья из меркантильного интереса вряд ли складывается. Ждала, пыталась понять его, а потом перестала ждать. Ну, это... Адекватное решение, я полагаю. Полагаю. Мужчина, он может и хороший в каком-то плане, но не мой человек. Не мой темперамент. Много странностей в нем, которые я раньше почему-то не замечала. Да, так бывает. Ну да, это страсть. Не знаю даже, зачем вас спрашивают. Так знаю, что надо заканчивать эти отношения. Но вдруг найду хорошего и грамотного психолога для себя и изменю свою жизнь к лучшему. Давайте мы для начала тогда сформулируем эти критерии лучшей жизни, чтобы понимать, как лучшая жизнь. Потому что у всех эти критерии свои. Вот. Ну, в контексте отношений, вот в контексте именно отношений ваших с человеком, да, вот то, что я могу выделить. Считаете ли вы критерием хорошей жизни, допустим, то, что вы не замужем за человеком, от которого вы родили ребенка? Считаете ли вы, что это проявление качества жизни или нет? То, что вы, грубо говоря, интересуетесь человеком. Интересуетесь вот тем, почему человек, грубо говоря, вас не целует, да, и не обнимает? Который с вами не живет, который на вас не женился, да? Вот вы считаете, что подобный интерес к человеку это улучшение качества, то есть это проявление качества жизни или нет? Вот. Вот это вот мне в данном случае тоже очень интересно и хочется, чтобы вы обратили по возможности на это свое внимание. Поэтому сформулируйте для себя критерии, критерии хорошей жизни, критерии того, как вы поймете, что ваша жизнь изменилась к лучшему, вот. Выбирайте себе психолога и начинаете работать, вот. Опять же здесь есть, на мой взгляд, такой важный момент, как, ну, как то, что необходимы критерии, хорошего и грамотного психолога, если вы хотите такового найти, да, то нужны критерии этого, этого самого, этих самых категорий. Вот. Понимаете, да? Ну и в целом, в целом, вот мне показалось, исходя из вашего текста, что менять свою жизнь к лучшему, а вы как-то не особо заинтересованы. Вот. Есть у меня такое ощущение, что, ну, вот не особо, но вы в этом заинтересованы и не особо вы этого хотите. То есть, да, вроде бы, вроде бы надо, вроде бы надо, вот. Как бы вы себе это говорите, что, что вроде бы надо менять свою жизнь. Но в то же время есть такое ощущение, что к этому вы не готовы. Вот. Есть такое ощущение, есть такое чувство, что этого вы несколько, вот, не хотите. Вот. Ну, или вот не заинтересованы в этом настолько, чтобы прямо сейчас что-либо делать, что-либо менять. Вот. Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи!